И к другим новостям. В этом году великому актеру, художнику, народному и заслуженному артисту Киргизской ССР и известному всему миру таланту Семенкулу Чокморову исполняется 80 лет со дня его рождения. Несмотря на то, что он скончался еще в 1992 году, его фигура, его личность и образ живет в каждом кыргызстанце и не только. Для Кыргызстана этот человек сделал многое и многое дал его народу. И этот год будет наполнен множеством мероприятий, посвященных его светлой памяти. Подробности о Чокморове и 80-летии со дня его рождения в материале Айзаады Урумбаевой. Этот дебют в кино, картина Булута Шамшиева, выстрел на перевале Караж, снятый в 1969 году. Для Шамшиева это был первый художественный фильм, и молодой режиссер шел на определенный риск, приглашая на главную роль непрофессионала, не имеющего никакого опыта работы в кино. Однако именно эта кинокартина стала первым выстрелом профессионального успеха и пути, где Чокморов поднимался только выше и стал неким символом кыргызского кино. С тех пор, как он нас покинул, прошло 27 лет, но ведь легенды никогда не умирают, и поэтому Кыргызстан в этом году отмечает его 80-летие. В этом году 80-летний юбилей Семен Кулачок-Морова в нашей республике будет отмечаться широко, и он начнется 9 ноября, в день рождения величайшего актера, не побоюсь этого слова, и он откроется в родном селе Семен Кулачок-Морова и продолжится днями фильмов в Доме кино. Далее в музее ИЗО пройдет обширная выставка работ Семен Кулачок-Морова и работа о нем. И все это завершится 17 ноября большим торжественным мероприятием филармонии. Следует отметить, что Семен Кулачок-Моров единственный среди своих коллег в бывшем СССР, где был четырежды удостоен наград на фестивалях за лучшую мужскую роль. Кстати, это был не только хороший актер, но и хороший человек и даже хороший брат. Ведь будучи еще мальчиком, Семен Кул помогал своим братьям и остался в памяти как младший, но вполне рассудительный маленький Семен Кул. Он был маленьким, то есть в третьем, четвертом классе учился, а я в шестом, седьмом классе учился. Вечером, особенно когда овцы гоняли, мать наша доила, да, и парное молоко ждали, очередь, когда сейчас подаст, сейчас, роги, ему, потому что мама, там, наша мама первая может ему, ну, там, кружка, пульперчи, да, наливала. Известно, что Семен Кул Чок-Моров был не только великим актером, но и хорошим художником. И, как оказалось, талант Чок-Морова не только в нем самом, но и в его семье. К примеру, его старший брат Суир Кул Чок-Моров тоже своего рода художник, только рисует он на камнях. И этот талант он открыл благодаря своему младшему брату. Ну, вот этот камень он оттуда привез, вот такой объем, чуть-чуть побольше, из Сусамура привез. Потому что он на поле лежал, говорит, ну, давай, говорит, я возьму, привез. И он привез, до сих пор стоит у нас в доме. Ну, вот, а Семен Кул, ну, после этого я Семен Кул, как, ушел из жизни, ну, потом я вспоминаю вот этот камень, вот из этого камня изображал, вот такой камень нашел, делайте. Этот неприметный с виду дом, который находится в селе Чонг-Таш, принадлежал семье Чок-Моровых. Здесь воспитывалось 11 детей, включая маленького Семен Кула. Именно в этом дворе и зародились те самые качества, тот самый талант, который известен всему миру по сей день. Как видите, сейчас здесь никто не живет. Однако в будущем планируется из этого дома сделать дом-музей имени великого актера Семен Кула Чок-Морова. Кстати, в этом году исполняется ровно 80 лет со дня его рождения. Айзадо Румбаева, Кенчибек Максатулу, Пирамида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова